девчонки покажу вам случайно вечером поехала в теска посмотреть есть ли там у нас помидоры все таки что там у нас происходит и вот представляете захожу а там как раз вынесли я вам показывала уже много раз но еще хочу показать вот смотрите маска маска для лица корея где-то было написано made in корея видите да вот и она стоила 6 фунтов а теперь она стоит 60 пенсов то есть она в 10 раз уменьшилась в цене а вот смотрите у нее даже еще срок годности не кончился у нее срок годности 18 11 25 года не знаю почему но я очень рада к сожалению она была только одна в их было там много я бы их все наверное купила но все равно хотя бы это вот вот такие вот штучки я еще купила себе это губочка такая которая убирает косметику мейкап римовер видите да вот и тоже посмотрите что происходит она стоила 3 фунта теперь стоит 30 пенсов ну как не купить я ее конечно же открыть не могла там но открывается она легко мы с вами посмотрим что она все представляет вот такая вот вполне себе обычная мягкая губочка здесь у нее такая мягкая ткань бархатная made in china ну и ничего я купила две последних и думаю что кому-то еще в подарок потому что себе оставлю не знаю вот что еще стоило фунт 50 а теперь 60 пенсов пилочка для ногтей очень симпатичная очень хорошая я ее ну давайте я ее открою как она тут она здесь пленки такой вот снимаю чудесная замечательная за 60 пенсов будет хорошо возвращаюсь я к этой маске лучше всего конечно больше всего я довольна что я взяла эту маску я вам покажу как я ее буду использовать если хотите конечно а это раз уж я начала вам показывать все хочу показать это я заказала через ебэй друзья сейчас немножко объясню те кто хочет вот смотрите ну во первых конечно же вот это это такой анекдот про которым не рассказывали может быть вы тоже слышали что вот так вот крепится на лицо вот видите написано рисовано даже такие вот здесь прозрачные штучки вот вы их 20 штук их вот вы их на резиночку открываете в общем да здесь есть такой глазок сюда продеваете вот так открываете вот закрепляете а это резинка и вы ее туда под волосы прячете но ответьте да фейс лифт стикерс написано что-то как-то знаете мне тут посоветовали они разные вот они видите длинные короткие китайское все барахло такое посоветовали я что-то подумала думаю слушайте может быть и правда что-то как-то попробую хочется собезьяничала купила но и вы знаете хотела я конечно сразу показать сделать показать вам как я помолодела моментально но вот эти вот стикеры они вообще не приклеиваются к лицу стикеры к лицу не приклеиваются не то что они там знаете будут кожу туда подтягивать как они предполагают не знаю может быть они уже старые в общем барахло выбросить а вот это вот я купила немножко даже помялась коробка только что пришла по почте из ebay вот вы знаете ошибочка вышла как говорится я посмотрела там не было видно что она такая огромная просто коробка была вот это вот сфотографирована и написано что здесь тоже сыворотка для женщин с менопаузой я как-то и ни к чему но думаю боже мой какая разница все уже у нас женщины с менопаузой после 50 я ее купила вот и мне ее прислали я потом стала разбираться и оказалось что она просто напросто вот знаете когда приливы то шею все остальное там вот это вот мажешь и она снимает этот жар вот и все то есть она мне абсолютно не нужна ошибочка вышла как говорится но и стоит она не дешево 15 фунтов жаль конечно и вот еще я купила это гиалуроновая кислота тоже сыворотка мне ее посоветовали знаете как вот на ту маску которую я вам только что показала когда ее можно несколько раз использовать ту маску потому что все таки она дорогая и вот вы ее пропитываете снова когда она у вас подсохла маска то для лица и опять используйте вот такой вот сывороткой ну и последнее это патчи наверное тоже знаете использовали вот такие вот золотые под глаза кристалл коллаген gold маски с коллагеном 10 штучек и вот это по моему стоило по моему 250 фунтов 10 10 пар ну то есть на 10 раз сейчас покажу вам как она выглядит вот она видите ее тоже она тоже как многоразовая тоже ее можно чем-то пропитывать вот может быть той же самым да и вот еще хотела вам показать как я только приехала у меня было там столько почты за два месяца накопилось и в частности вот мне прислали такое письмо из теска это подарочная карта до gift card вот на сто двадцать пять фунтов даже с у и покажу то что вам обещала что у нас там с помидорами что у нас продуктами происходит это уже другой магазин 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 audi давайте посмотрим что здесь вы вижу до 4 15 369 вот эти вот вижу стейки разные всякие вот этот биф стейк три фунта но он очень жесткий обычно если хотите покупать хорошие стейки вот цена монтировала видео друзья для вас вы представляете три часа сидела проголодалась страшно вспомнила что у меня есть аж пара стейков какой из них лучше не знаю вот такой вот стейк 227 граммов стоит 450 4 с половиной фунта а вот такой вот стоит по моему что-то 380 как-то так ну вот вы знаете я уже забыла какой из них лучше когда-то я все это учила изучала есть хочу невозможно все делается легко и непринужденно прям сейчас моментально на ваших глазах сколько сколько быстро все это готовится вот у меня уже сковородочка готова вот так вот обжариваем очень-очень быстро очень славно спортсит аппетитно и вы знаете пока готовится я вам хочу сказать я старалась без мяса даже по моему вам говорила когда я была в Таиланде я хотела вообще перестать кушать мясо там мне это удалось и когда я приехала сюда здесь холодно здесь не получается у меня быть веганом а потом еще знаете я узнала ну я правда давно это знала не знаю знаете ли вы поэтому с вами поделюсь люди у которых первая группа крови вот в частности у меня и у всей моей семьи первая группа крови мы мясоеды обожаем мясо без мяса чего бы я не ела я остаюсь голодной ну и вот а потом когда я читала про эти группы крови как они там формировались и сказали что первая группа это как раз охотники вот поэтому мясо для людей с первой группой крови очень-очень главное а пока мясо готовится я сделаю себе соус грэви который мне очень нравится вот такой грэви просто залейте пипятком добавь воды называется он моментально превращается в чудесный не могу сказать что красиво все это у меня будет выглядеть но главное чтобы было вкусно и соус грэви конечно же вот так вот очень-очень быстро и у меня все практически готово маленько подсолить не обязательно но я подсолю есть такая красивая мельничка вот и попробую сейчас обожаю мясо обожаю соус грэви очень мягкое мясо нежная фантастическая история и соус грэви меня вполне устраивает и вообще вот этот вот замечательный обед я себе приготовила за 10 минут пока у меня жарилась мясо да еще хочу у вас узнать любите ли вы мясо как люблю его я и на самом ли деле вы согласны вот с этой теорией про группы крови и про предпочтение в еде пошли мы дальше с вами смотреть я хочу все таки посмотреть если здесь помидоры если здесь яйца и и какую цену и откуда привезенные боже опять мужчина жутко похож на моего мужа иногда у меня аж мурашки но вы знаете что скорее всего что такая похожесть потому что он был типичным британцем внешность типично британская ошибиться было трудно вот как-то всегда в какую бы страну мы с ним не приехали к нему всегда подбегали говорили сэр и начинали разговаривать с ним по-английски поэтому наверное я вижу здесь так много похожих на него мужчин особенно на 70 и 75 плюс ой сижу у меня аж мурашки по телу и мороз по коже вот этот мужчина впереди он так похож на моего умершего мужа так что мы с вами хотели мы с вами хотели томаты посмотреть но я уже прошла сейчас я вернусь а пока уж я коль скоро сюда зашла то я вам покажу яйца есть ли тут яйца что случилось с молоком этот магазин алди он считается очень бюджетный он для людей с низким уровнем дохода наверное типа как у нас пятерочка так ну и вот смотрим сколько здесь стоит сахар 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 это все это все не а вот внизу сахар 95 пенцев а стоил он 65 ох зато здесь яиц много и проблем нет что ж такое у нас мне пришлось ехать за яйцами сюда почему же их нету у нас теска ну хорошо возьму я я обычно беру large видите вот написано large они бывают ну или здесь вот L буквы видите сразу это значит large большие бывает medium и бывает small medium они дешевле обычно сколько они стоят опять не вижу ее мои а вот 2.49 2.49 и я их возьму ну что ж замечательно что яйца здесь опять появились а ну цены конечно вряд ли снизятся ну вот вы знаете мне тут пишут такие такие мои зрители странные что вы ноете что вы ноете да не ною я друзья что мне ныть у меня все прекрасно я просто я просто показываю и рассказываю ситуацию и вот здесь опять я приезжаю чтобы купить вот этот хлеб райбред опять вот он видите так райбред его еще попробую найди вот это в такой же упаковке уже не никакой не не темный и это не темный вот мне второй бы еще взять и это тоже белый вот чтобы найти еще один приходится все все перерыть ну вот еще один да край я возьму и стоит он 59 вы знаете далеко мне ездить и обычно он так редко бывает что я хотела найти еще взять третий положить в морозилку но не нашла все только два остальное все вот этот белый хлеб который везде не знаю для тостов или для чего его брать да еще его стали присыпать всякими семенами эти семена не разжевываются в общем я его конечно никогда не беру это здоровью вредить такой хлебушек кушать но я обещала же вам посмотреть томаты томаты вот может быть с этой стороны я увижу томаты да вот они смотрите и перца очень много перца много всякого разного фунт 59 так и мы же с вами хотели посмотреть откуда это у нас привозят нашла нашла здесь написано Испания надеюсь вам видно и вот такие вот помидорки здесь у нас помидорки не могу сказать что большой выбор но все таки давайте смотреть откуда они вот эти у нас откуда вот опять поди найди нашла помидоры Италия вот эти еще здесь помидоры эти помидоры у нас откуда Испания вот они беру 65 что-то они прям так дешево черри нет это другие это вот эти 65 малюсенькие черри морокко вот эти вот удлиненные бэби которые обожают вот мой дядь марокко опять вот эти они стоят фунт 25 вот они большие вины фунт 25 это неплохо они к нам тоже из марокко прибыли берем 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 а вот эти фунт 79 красное вино Испания вот видите эти из марокко эти рядом из Испании и какие лучше брать ума не приложу возьму те эти вот так друзья показала все что хотела значит все в порядке и помидоры не из Турции Испании и марокко ну и все я выключаю камеру потому что мне с ней ходить очень неудобно а мне нужно еще много чего здесь купить теперь хочу посмотреть никогда я не смотрела откуда что привозится вот смотрите арбузы Коста-Рика видите Коста-Рика и написано 3.09 каждый это ничего цена нормальная дешевле даже чем в Теско так вот смотрим дынку дынка Бразилия да что ж у меня не резко камера Бразилия друзья дынка ага дынка фунт 69 а это у нас оранж и это у нас апельсины и они у нас вот я почему не люблю это все рассматривать потому что очень мелко я хоть и без очков друзья я без очков но я едва здесь нашла Египет значит вот из Египта что у нас с лимонами а лимоны у нас Испания видите да вот эти вот лимоны 95 пенсов ну и пошли теперь ага а вот еще хочу грейпфрут грейпфрут посмотреть откуда сейчас поищу грейпфрут стоит 48 здесь штучка кстати грейпфрут сразу написано Турция видите и никаких проблем с поставкой нет я думаю что наверное больше я не буду вам показывать что у нас здесь откуда я на этом свой обзор заканчиваю друзья всем всего доброго всем пока пока а я пошла дальше мне нужно еще скупиться а с камерой мне очень очень неудобно до новых встреч друзья